Здравствуйте! Во вступительном уроке хотелось бы вкратце рассказать, над чем мы будем работать, а что мы будем изучать в данном видеокурсе. Начнем мы, естественно, с выбора музыкального оборудования. Это звуковая карта, это MIDI-клавиатура и микрофон с предусилителем. Мы выберем конкретные модели, которые оптимальны по функциональности, качеству и цене. И все, что я рекомендую, проверено на моем личном опыте. Далее мы устанавливаем и настраиваем софт. Что это за софт? Прежде всего, это профессиональная музыкальная программа Cubase SX3. Вся работа по записи, редакции и различной обработке музыкального материала будет проходить именно в этой программе. А в Cubase мы установим звуковые модули, то есть виртуальные синтезаторы или сэмплеры. При обучении мы будем использовать виртуальный синтезатор HyperSonic 2. А то есть все звуки, все инструменты мы будем брать именно в нем, поскольку это универсальный и очень удобный в работе синтезатор. Естественно, наряду с гиперсоником вы можете подключать любые другие виртуальные синтезаторы или сэмплеры. Например, такие как Spectrosonics Atmosphere или какие-то разработанные под конкретные музыкальные стили. Что касается различных модулей эффектов, которые мы будем изучать в этом видеокурсе, то все эти модули входят в состав Cubase SX. На этапе сведения и мастеринга вам понадобится программа Isotope Ozone 4. Модули Ozone мы будем использовать при мастеринге вокалов, инструментов и при мастеринге общего микса. После того, как мы разберемся с оборудованием и софтом, мы уже переходим непосредственно к созданию музыкальной композиции. Первым делом мы записываем на дорожки партии виртуальных инструментов. То есть записываем мелодические инструменты, записываем бас и ударную установку. Затем мы доводим все партии до ума, исправляем ошибки, выравниваем, то есть приводим в надлежащий вид. Это мы будем делать в клавишном редакторе, а также в редакторе ударных. Мы с вами очень подробно изучим функции квантизации, то есть автоматического выравнивания нод. Также мы изучим модули MIDI-аранжировки. Они находятся в MIDI-эффектах программы Cubase. Вот эти модули облегчают процесс записи виртуальных инструментов. К ним относится арпеджиатор, который создает красивые гармонические последовательности, их называют арпеджио. Степ-дизайнер. Степ-дизайнер, он помогает создавать быстрые техничные вариации. Ну и, конечно, модуль чертер. Он помогает сделать аккордовый аккомпанемент. Идем дальше. Дальше мы записываем и доводим до ума вокалы, то есть основной вокал и бэк-вокальные партии. Мы удалим шум, стабилизируем и добавим объем. В процессе создания песни мы изучим VST-эффекты. VST-эффекты, которые можно подключать как к инструментам, так и к вокалам. Среди них будет, конечно, ревербератор, будет имитация эхо. Эффекты модуляции. Это хорус, флэнджер, фазер и металлизатор. Изучим такой интересный эффект, как вокодер, а также эффекты группы Distortion, такие как Overdrive и Quadrofus. Конечно, конкретно в нашей песне мы будем использовать лишь некоторые из всех этих эффектов. Но каждый из этих модулей эффектов мы обязательно изучим и опробуем на практике. Очень важной функцией Cubase является автоматизация. Автоматизировать здесь можно различные звуковые настройки, темп композиции можно автоматизировать, а также модули эффектов. В принципе, автоматизировать здесь можно все, что угодно. И после автоматизации песня начинает жить собственной жизнью. То есть автоматически меняется громкость, стереопанорама, положение каких-то фильтров в звуковом модуле. Автоматически меняются настройки эффектов, темп композиции и так далее. Все это, конечно, мы с вами изучим и с автоматизацией обязательно поработаем. А после того, как песня у нас будет в целом завершена, мы приступим к улучшению ее звучания. То есть начнем этап сведения и мастеринга. И первым делом мы займемся вокалами. Здесь основную работу будет выполнять многополосный компрессор. С его помощью мы сделаем вокал стабильней и плотней, добавим ему теплоты и естественности, а также сделаем его более сочным и звонким. То есть добавим эффект присутствия. А после вокала мы переходим к мастерингу инструментов. Опять же мы задействуем многополосный компрессор. Здесь мы корректируем звучание баса, повышаем глубину и плотность баса и бас-барабана, стабилизируем звук в средних частотах, затем используем эксайтер или сатуратор. А с его помощью мы повышаем яркость и звонкость высоких частот, а также добавляем эффект присутствия в диапазоне воздуха. Ну и в последнюю очередь мы выполним мастеринг микса. Скатим эквалайзером самые низкие частоты, которые замутняют звук и вызывают перегрузку. А также эквалайзером мы корректируем наклон спектра высоких частот. Корректируем так, чтобы он у нас совпадал с общепринятым эталонным наклоном. Далее мы расширяем стереобазу, чтобы композиция звучала у нас более объемно. Делаем мастер реверберацию, для того, чтобы связать все дорожки с инструментами и вокалом в единое целое. И наконец-то мы используем максимайзер. С его помощью мы без искажений повысим громкость нашей песни. То есть добьемся того уровня громкости, который будет необходим. Ну и конечно, итогом нашей с вами работы будет экспорт песни в звуковой файл. В звуковой файл, который вы сможете записать на диск, разместить в интернете и так далее. Кроме того, вы узнаете, как получить однородное звучание песен в музыкальном альбоме. То есть научитесь выравнивать композиции по средней громкости и по частотной характеристике. Ну что, желаю вам приятного и эффективного обучения и запускайте первый урок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!